2018 год. Кубок чемпионов по гребле. Десятки спортсменов, в том числе из-за рубежа. О том, что в Барнауле есть каналы, идеально подходящие для тренировок, многие гребцы знали давно. Но провести на таком высоком уровне международные состязания – достижение особое. Барнаул смог себя показать во всей красе. Итог. Именно барнаульский гребной выбран для проведения Кубка мира, который пройдет с 20 по 23 мая 2021 года. Для нас, конечно, очень важно, что Кубок мира 2021 года по гребле будет проходить именно в Барнауле. Потому что это действительно были огромные усилия. Мы знаем, сколько стран принимало участие, чтобы им забрать этот кубок себе. Но даже могу сказать, что Копенгаген, у которого столетия будут гребли, но они проиграли нам. Это тоже очень хороший знак. Особая честь. На Кубке разыграют шесть путевок на Олимпиаду в Токио. Эксперты уверены, событие принесет нашему городу и краю огромные имиджевые плюсы. В мировом масштабе. Из 50 стран приедут и узнают, что есть Россия, что есть город Барнаул, Алтайский край. Это супер. Это событие мирового уровня. И не каждый город за всю свою историю существования, даже в России у нас, подобных, например, мероприятий многие города не видели. Также у Кубка огромный экономический потенциал. Приедет много гостей в наш регион. Это будут и наши соотечественники, это будут международные иностранцы. И здесь они будут представлять, как и зрители и болельщики увидят уже наш край, станут потенциальными туристами и будут рассказывать о нашем крае. Но в ту же очередь из них могут быть и потенциальные инвесторы, которые посмотрят и увидят, и придумают какие-то проекты. Сейчас на Гребном канале снова занимаются спортсмены. Из-за ограничительных мер тренировки на открытой воде возобновились недавно. А вот строительным работам коронавирус не помешал. Уже в этом году здесь планируют завершить обводную часть водной трассы. Появятся дополнительные парковки, дороги и прочее. На другой стороне канала построят зрительские трибуны на 3000 мест. Спортивные чиновники уверены, еще до начала Кубка объект привлечет спортсменов со всего мира. Любые старты, которые будут проходить в Азиатско-Тихоокеанском бассейне, здесь будут проходить подготовку. Я уверен, что сюда многие сборные команды перед Токио приедут на учебно-тренировочные сборы какие-то. Какие-то старты, которые в Азии будут проходить, крупные старты, здесь тоже можно будет. Но не спортом единым. Окрестную территорию планируют превратить в полноценную зону отдыха, которой до сих пор не было у Барнаула. Там напрашивается пляж, там напрашивается рыбалка, там напрашиваются отельчики, там напрашиваются ресторанчики. И вопрос транспортной доступности в мост в 2021 году в любом случае отремонтируют, запустят. Ну, 20 минут от Октябрьской площади. Кроме того, к началу Кубка рядом появится железнодорожная остановка и, скорее всего, причал для водного транспорта. Наши эксперты говорят, для Барнаула и Края кубок – это как Олимпиада в Сочи для России. Явление судьбоносное. И необходимо провести его на самом высоком уровне. А для этого есть все возможности. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.